здравствуйте уважаемые друзья у нас сегодня вторник за бортом 23 градуса обещаю тебе температуру прогреть до 27 сегодня и на повестке дня вопросик такое по поводу машин по поводу объема двигателей автор спрашивает что он знает что в канаде и в сша очень большое количество разных пикапов некоторые даже с объема двигателя больше 7 литров собственно и вот интересует почему так заведено почему мало машин на дизельном топливе потому что по его информации в основном все машины это бензиновые двигатели и соответственно последний вопрос как вы думаете какой автомобиль и считается средним экономичным по своему объему и можно ли привести пример на примере моего автомобиля ну собственно сразу могу сказать что я понятия не имею почему машин с дизельным топливом меньше чем с бензиновым двигателем для меня тоже это всегда была тайна какая-то я так понимаю что там есть какая-то возможно договоренность на уровне рассуждения порядке бреда как говорится что есть понимание сколько производители топлива готовы производить топливо возможно соответственно исходя из этого делается количество двигателей ну я не знаю на самом деле вот честно говоря это эта версия шита белыми нитками у меня лично понимание почему дизельных машин делать меньше чем бензиновых нет теперь что касается машин с большими объемами двигателя то в моем понимании тут есть некоторая путаница возможно связанная с фильмами с каким-то мы так далее вы здесь видите постоянно каждый день со мной есть и вы здесь видите что действительно есть определенное количество пикапов я бы не сказал чтобы их огромное прямо количество да если вы поедете скажем сельскую местность или какую-нибудь глубинку то вы увидите гораздо больше но это связано прежде всего с тем что структура экономики северной америки построена таким образом что люди которые живут вне крупных городов они как правило живут работа сами на себя они не работают на кого-то они исключительно вот они там не знаю закончили школу да они купили себе там взяли в кредит свой первый пикап или им подарил отец свой старый пикап и начали работать на себя одна из там стричь лужайки газоны там пилить деревья я не знаю там еще какую-то работу выполнять вот они работают на себя соответственно поскольку не работают на себя и работа правило связано с ремонтом со стрижкой с чем-нибудь таким делом нету скидки вот требующих код оборудования со строительством они не связаны они покупают себе эти самые пикапы потому что на них удобно перевозить всякий разный хлам начиная там от газонокосилки заканчивая там досками поэтому действительно очень много этих самых пикапов но еще раз говорю это прежде всего связано с тем где люди живут потому что в крупных городах опять же очень тоже большое количество людей которые занимаются работой самих самих на себя но при этом но при этом их количество теряется в том количестве людей которые этим не заняты до который занимается тем что для нас более привычно работать им не на этом в офисе там на кого-то этого что касается пикаповых машин больших а теперь что касается объемов двигателя вы знаете я просто смотрю последнее время за за машинами я обращаю внимание что вот тренд там последних ну не знаю сколько я уже семь лет в канаде вот семь лет я и наблюдаю большому счету что люди переходят с больших машин на маленькие машины это связано с экономическими причинами в том плане что у нас бензин очень сильно подскочил одно время по цене это связано с идеей особенно в городе она очень сильно педалируется того что надо заботиться об экологии соответственно должно быть меньше выброса там так далее и соответственно люди покупают машины с меньшими двигателями скажем так то есть если мы сейчас посмотрим на средние двигатели которые есть именно на средние да да я думаю это будет около двух литров соответственно двухлитровые машины это корейцы в основном конечно некоторая толика японцев если мы говорим про европейские машины если мы говорим про это мерседес в этом и так далее то там конечно будет чуток побольше объем двигателя но мы говорим опять же про массовый продукт а массовый продукт мне кажется будет в районе в районе в среднем двух литров и если говорить уже о моем примере то я уже делал видео вам в прошлом году о том что у меня Nissan Altima 2013 года у нее объем двигателя 2,5 литра там по моему 180 лошадей если я ничего не путаю у этого двигателя и по моему расходу вот я езжу могу просто четко и ясно сказать что по моему расходу у меня получается вот я сейчас включил компьютер свой который показывает мне расход 9,8 по городскому режиму то есть за город я сейчас практически не езжу исключительно по городу катаюсь вот у меня по городу 9,8 расход если ездить по трассе какие-то международные международные поездки то там расход будет порядка 6,5 литров то есть я замерял когда гонял между Шербургом и Монреалем и я замерял когда ездил между Квебеком и Андарио там расход литров был примерно такой то есть 6,5 даже 6,3 где-то было так что вот и в принципе надо ориентироваться на самом деле не столько на объем двигателя сколько на модель машины потому что опять же это последний тренд капитан очевидность в данном случае последний тренд это то что двигатели становятся все более более экономичными и если вы покупаете новую машину то у нее расход будет символическим по сравнению с теми машинами той же самой марки даже может быть с тем же самым объемом двигателем который выпускалась там 10 лет назад поэтому такая ситуация я помню что не знаю там бмв x5 он в свое время потреблял там больше 20 литров на 100 километров а сейчас я смотрю по тем что заявляют там в зависимости от объема двигателя и может быть ему меньше 10 литров даже на 100 километров при городском режиме так что в этом плане ориентируйте скорее на год машины чем на объем двигателя в общем думаю ответил на вопрос всем откланиваюсь всем хорошего дня и счастливо пока